Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конечно, актуальным вопросом на сегодняшний день является лечение пожилых онкологических больных. К этой группе пациентов относятся люди старше 60 лет, и колоректальный рак – это одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований в данной группе пациентов. С возрастом происходит снижение функциональных резервов организма, появляются гериатрические синдромы, что, в свою очередь, ухудшает переносимость системного лечения, повышает риски развития послеоперационных осложнений и увеличивает сроки госпитализации. Таким образом, на организм больного пожилого человека влияет не только само онкологическое заболевание, но и сопутствующая патология, и его гериатрический статус. Хотелось бы сразу начать с голосования и попросить коллег сказать, учитывают ли они геронтологический профиль пациента при выборе тактики системного лечения. Я попрошу ответить «да» или «нет». Ну, очень даже, кстати, радует, что многие, оказывается, у нас учитывают геронтологический профиль. Мы как раз работаем над тем, чтобы все-таки было 100% по результатам этого опроса. Но, к сожалению, до сих пор пациенты пожилого возраста находятся в невыгодной ситуации. Их крайне редко приглашают стать участниками клинических исследований, поскольку существует распространенное заблуждение, что они плохо переносят системное лечение по сравнению с пациентами молодого возраста. Однако исследование Конвел показало, что пациенты пожилого и молодого возраста имеют сходный профиль токсичности при проведении противопухолевого лечения. Поэтому необходимо исследовать новые препараты среди пациентов пожилого и старческого возраста для достоверной оценки их эффективности и безопасности в данной группе пациентов. Лио и соавторы в своем исследовании проанализировали пожилых пациентов старше 65 лет с раком прямой кишки, которым проводилась и не проводилась одевантная химиотерапия. И по их результатам пациенты, получавшие одевантную химиотерапию, показали лучшую безрецидивную выживаемость. В том же исследовании было показано, что пятилетняя общая выживаемость также выше у пациентов, которые получали одевантную химиотерапию. На конгрессе ЭСМА были опубликованы результаты исследования ТОСКО, которые сравнивали пациентов с третьей стадией колоректального рака старше и младше 70 лет. И было показано, что у пациента старше 70 лет хуже переносимость одевантной химиотерапии с включением оксалиплотина и вторпирамидинов и уменьшается выживаемость без прогрессирования. Однако в том же исследовании при мультивариабельном анализе с учетом пола, статуса ЭКОК, локализации опухоли, степени злокачественности, длительности лечения и редукции ДОС было показано, что нет особого влияния возраста на эффективность системного лечения. Существует много различных методических рекомендаций европейских, американских и отечественных по лечению пациентов пожилого возраста. Все они рекомендуют нам для определения тактики лечения использовать комплексную гериатрическую оценку. Комплексное обследование включает в себя всеобъемлющую и междисциплинарную оценку состояния физического, психического здоровья, социального статуса и семейных удовлетворенностей к качествам жизни. В ходе данного обследования оцениваются основные гериатрические синдромы, такие как недержание мочи и кала, нарушение слуха, мольнутриция, депрессия, деменция, утрата самообслуживания и нарушение семейных связей. На сегодняшний день лечение пожилых пациентов должно осуществляться мультидисциплинарной командой, в которую бы входил врач-онколог и врач-гериатр. На данном слайде представлен краткий скрининг пациентов пожилого возраста, который рекомендован Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга. К сожалению, на сегодняшний день нет каких-то стандартов обследования пожилых онкологических больных. Те шкалы, которые традиционно используются в гериатрии, они не учитывают особенности онкологических заболеваний. А шкалы ЭКОК и Карновского, которые мы используем в своей практике, не учитывают возрастные изменения у пожилых пациентов. Данный опросник может помочь нам оценить когнитивные функции, сопутствующую патологию и способность пациента к самообслуживанию, и разделить пациентов на группы. Балдуч и Экстремен предлагают нам разделять пожилых пациентов на три группы. Первая группа – это пожилые больные, которые ведут активный образ жизни. У них нет каких-то серьезных сопутствующих заболеваний, гериатрических синдромов и полипрагмазии. Ко второй группе пациентов относятся люди, которые частично нуждаются в посторонней помощи, смогут страдать одним-двумя сопутствующими заболеваниями. К третьей группе – это чаще всего пациенты старше 85 лет, которые нуждаются в постоянной помощи, отягощены тремя и более сопутствующими заболеваниями и имеют признаки старческой астении. Согласно этой классификации, первую группу войдут пациенты, у которых, как я сказала, нет сопутствующих заболеваний, нет нарушения когнитивных функций, нет депрессии. Пациенты не зависят от посторонней помощи, и у них нет проблем с питанием. Соответственно, этой группе больных можно рекомендовать стандартные режимы химиотерапии. Во вторую группу войдут пациенты с одним-двумя сопутствующими заболеваниями, преддементными когнитивными нарушениями, умеренной зависимостью от посторонней помощи, и у них, возможно, есть опасность недоедания. Этой группе пациентов можно рекомендовать химиотерапию с исходной редукцией доз препаратов и последующей коррекцией в зависимости от переносимости системного лечения. И в третью группу входят больные, у которых больше трех сопутствующих заболеваний, есть синдром старческой остынии, деменция, депрессия, у них выраженная или полная зависимость от посторонней помощи, и недостаточность питания. Таким пациентам показана симптоматическая терапия. В медицинкологии Петрова в рамках научной работы проводится комплексное гериатрическое обследование пациентам с метастатическим колоректальным раком, которые поступают на первую линию химиотерапии. По результатам комплексной гериатрической оценки мы не выявили никаких значимых отличий между пациентами пожилого и среднего возраста по следующим показателям. Опросник активности повседневной жизни, шкала повседневной инструментальной активности, нутриативный статус, тест рисования часов и гериатрическая шкала оценки депрессии. Однако на фоне проведения химиотерапии в обеих группах, как у лиц пожилого, так и среднего возраста, наблюдается снижение когнитивных функций, инструментальной активности и появляется легкая зависимость повседневной жизни. Пациенты пожилого возраста чаще испытывают хроническую боль и повышение артериального давления. Хотелось бы представить клинический случай пациента 80 лет, которого мы наблюдаем уже в течение четырех лет. Учитывая лимит по выступлению, позвольте не зачитывать полностью весь диагноз, у пациента превышенно множественное синхронное заболевание, нехошкинская лимфома, было выполнено хирургическое лечение и стабилизация на фоне системного лечения. Второе заболевание – это рак прямой кишки четвертой стадии с метастазами в печени и параректальных лимфатических узлах. Была выполнена в 2017 году разгрузочная колостомия. По хроническим заболеваниям пациента наблюдается фибрилляция предсердий, гипертоническая болезнь второй степени, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Он жалуется на нарушение зрения, изменение тембра голоса. По статусу ЭКОК мы его оценили на 1 балл. До начала лечения была выполнена комплексная гериатрическая оценка, и по ее результатам мы выявили легкие когнитивные нарушения и депрессию. Соответственно, согласно классификации, мы определили пациента ко второй группе и рекомендовали исходную редукцию доз на 25% с учетом гериатрического статуса. Пациенту была проведена первая линия химиотерапии по схеме FullFox 12 циклов, достигнут частичный регресс, далее поддерживающая терапия капистабином. Спустя почти 8 месяцев у него прогрессирования заболевания проведена вторая линия химиотерапии, также 12 циклов по схеме FullFire прогрессирования заболевания, и в течение года пациент уже стабилен на фоне терапии регрофенибом. По данным последнего гериатрического обследования у пациента наблюдается улучшение когнитивных функций, улучшение показателей оценки депрессии, однако на фоне развившейся секреторной диареи при приеме регрофениба снизились показатели оценки питания и оценки состояния здоровья. Следует отметить, что в течение всего курса лечения пациент наблюдался мультидисциплинарной командой психологом, врачом ЛФК, гастроэнтерологом и онкологом. Так влияет ли возраст на переносимость и токсичность химиотерапии? Можно сказать, что показания для назначения лечения как у больных пожилого возраста, так и среднего возраста аналогичны, но необходим тщательный мониторинг токсичности для своевременной коррекции нежелательных явлений. Комплексная гериатрическая оценка может помочь нам спрогнозировать риск возможных осложнений и выявить гериатрические синдромы, которые могут потребовать специализированного вмешательства. Очень важна сопроводительная терапия. Это может быть лечебная физкультура, могут быть занятия с психологом, адекватное питание и питьевой режим. Влияет ли возраст на переносимость и токсичность таргетной и иммунной терапии? Согласно данным ГРЛС, есть таргетные препараты, которые имеют определенные особенности по применению у лиц пожилого возраста. Так, например, флиберцепт имеет повышенный риск развития диареи, головокружения, остынии, снижения массы тела и дегидратации. А биовоцезумаб обладает повышенным риском развития тромбоэмболических осложнений, особенно при применении с цитостатиками. Таргетная терапия обладает меньшей токсичностью по сравнению с химиотерапией, но также следует учитывать сопутствующую патологию, поскольку, например, ингибиторы ангиогенеза могут вызвать тробоз и гипертонию, а ингибиторы тирозинкиназа обладают более высокой частотой сердечной недостаточности. Необходимо исследовать новые таргетные препараты у лиц пожилого возраста для достоверной оценки эффективности и безопасности у данной группы пациентов. Иммунная терапия – это инновационный метод лечения. Большинство анализов ретроспективных исследований показали, что имеется сходный профиль токсичности как у пациентов пожилого, так и молодого возраста при применении иммунотерапии. Тоже необходимо учитывать сопутствующую патологию, так как, например, при назначении антигистаминных препаратов или кортикостероидов мы можем спровоцировать ятрогенные явления со стороны сопутствующей патологии. Например, диабета может ухудшиться психическое здоровье пациентов и, возможно, даже возникновение делирия. Иммунотерапия улучшает общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования. Не требуется коррекция доз у пациентов с легкой умеренной почечной недостаточностью и легкой печеночной недостаточностью. Еще одним плюсом иммунотерапии является то, что не было выявлено никаких взаимодействий с другими лекарственными препаратами. Это особенно важно для пациентов, у которых есть такой гериатрический синдром, как полипрагмазия. Таким образом, гериатрическая оценка позволяет нам разработать комплексный и индивидуальный план лечения пожилых пациентов, помогает нам спрогнозировать токсичность противоопухолевой терапии и возможные осложнения в процессе лечения, помогает осуществлять отбор пациентов для специализированного лечения, помогает принять решения относительно модификации ДОС препаратов. Коррекция гериатрических синдромов способна решить показания к специализированному лечению больных пожилого и старческого возраста. Сам по себе биологический возраст не должен оказывать влияние на тактику ведения онкологических больных. Всем пациентам старше 60 лет показано проведение комплексной гериатрической оценки. Однако на сегодняшний день нет каких-то стандартов обследования пожилых онкологических больных, поэтому необходимо разработка и внедрение комплексной гериатрической оценки больных пожилого возраста с онкологическими заболеваниями и включение этих стандартов в обследование онкологических больных старше 60 лет. Хотелось бы напомнить, что залог успешного лечения пожилого онкологического больного включает междисциплинарный подход к выбору лечебной тактики, медивидуализацию лечения и участие окружения пациента. Ну и в заключении, может у вас изменилось мнение, и хотелось бы узнать, будете ли вы в дальнейшем проводить комплексную гериатрическую оценку пациентам пожилого и старческого возраста перед определением тактики системного лечения. Да или нет? Ну, мы достигли нужного результата, 100% это радует. Скоро у нас планируется публикация результатов нашего исследования в журнале, и совместно с гериатрами мы планируем выпустить учебно-методическое пособие по особенностям лечения больных пожилого и старческого возраста. Спасибо за внимание.